МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буквально через месяц после старта сезона КХЛ Минская «Динамо» стала удивлять всех своим результатом. Наш сегодняшний герой расскажет, в чем секрет успеха. Кирилл Готовец, защитник. Родился 25 июня 1991 года в Минске. В 2007 году дебютировал в высшей белорусской лиге за юниор. В 2009 году на драфте НХЛ выбран в седьмом раунде под 183 номером клубом «Тампа-Бэй». С 2010 по 2014 год студент Корнельского университета. С 2014 по 2016 год выступал в АХЛ за Рокфорд. Летом 2016 года подписал контракт с Минским «Динамо». Кирилл, ты 8 лет провел за океаном. Как ты считаешь, за это время ты американизировался? Думаю, немного, да. Как-то приобрел немного из американского менталитета. Но также все равно я по-прежнему в Беларуси. Присутствуют и родные черты. Многие друзья говорят, что я америкосом стал, но есть такое. Давай с тобой посоревнуемся, кто быстрее себе берет трактор. Потому что каждый десяток трактор в мире делается в Беларуси. Хорошо. Ну расскажи, как ты там американизировался, в чем это выражается? Стал более такой спокойный, скажем так, в очереди всех пропускаю. Первый раз я домой на лето прилетел. Я, наверное, на минут пять стоял, не мог мороженое купить. Папа мой подходит, мне такой толкет и говорит, ты все, не в Америке уже, давай бери мороженое. А с какими ожиданиями ты приехал в Минское Динамо? Ты никогда не играл в КХЛ? Да, вначале я не знал немного чего ожидать, но поиграв пару предсезонных игр, стало уже немного полегче. Я понял, какой здесь хоккей. Вспомнил, как я раньше играл в Беларуси. Слышал, что когда подбиралась команда, что очень хороший состав будет. Крэков Уткров назначили, у которого была четкая картина, каким должна быть наша Минская Динамо. Он так и подбирал игроков. Поэтому, что все сейчас удивлены, что мы так хорошо играем, я немного и не сильно очень удивлен. Вы ожидали, что так будет, да? Да, предвидели. Минская Динамо Мне кажется, просто Крэк конкретно видел, какой должна быть команда и на конкретный позицию подбирал игроков, а не набирал просто по именам команды. И так получилось, что сейчас все игроки выполняют четкую функцию. Никто на себя одеяло не тащит, поэтому команда играет слаженно. Плюс считаю, что очень хорошим для нас приобретением был Бен Скриенс, который показал, что он хорошо играет. В 2008 году Кирилл уехал за океан, где поступил в американскую школу Сент-Мэри. Затем он продолжил обучение в Корнельском университете. Параллельно готовец играл в хоккей в американской студенческой лиге. Расскажи, чему главному ты научился в Америке? Может быть, и оптимизм, кстати. У них там все такие жизнерадостные. Ты считаешь, это искренне, что они улыбаются и всем радуются? Ну, я думаю, нет, но в каком-то плане все равно, когда ты даже где-то идешь с кем-то незнакомым человеком, видишься первый раз, он так добро тебя приветствует, здоровается, спрашивает, как дела там. Все равно как-то более открываешься, настроение все равно поднимается, когда тебе улыбаются. Ты учиться поехал или ты поехал играть в хоккей? Я поехал одним выстрелом двух зайцев убивать, потому что у нас для всех не секрет, что в определенном возрасте приходится выбирать. Будешь либо получать хорошее образование, либо профессионально в хоккее играть. А в Америке это можно совмещать, так как я все время хорошо учился, плюс мои родители все время говорили, что образование всегда пригодится, в хоккее вечно играть не будешь. Какое образование в университете ты получил? Экономист и менеджер. Расскажи, как ты учился, потому что представление об американских университетах часто выстраивается на фильмах или сериалах, где они постоянно устраивают вечеринки и тусуются. Меня тоже всегда все спрашивают, а что, как там так, как фильмы показывают. В целом, да, есть такие университеты, которые такие вот тусовые, большие школы, где-то, такая популярная футбольная команда какая-нибудь там, да, там, вечеринки безбашенные. Мой университет более такой спокойный, интеллигентный был, поэтому нас все равно тусили, но не так громко, как в фильмах показывают. Ну и как у вас проходили вечеринки? Обычно мы как-то своей командой собирались, приглашали еще людей с каким-нибудь сестринечеством там, собирались вместе, они к нам своих девчонок привозили, мы пацанов команды вот так тусили. То есть ты мог прийти, например, на зачет и сказать, вот поставьте мне высший балл, потому что я вчера голос забил? Нет, такого не было. Мне могли дать какую-нибудь отсрочку на пару дней, если там игры были какие-то важные, но так, чтобы я пришел, сказал, поставьте мне зачет, такого не было. Все равно все ты сам сдаешь, все должен, все должен сделать вовремя. Какие главные стереотипы о белорусах ты слышал в Америке? Когда ты им говорила, что ты из Минска, они понимали вообще, о чем идет речь? Нет, первое, когда я им говорил, что я из Беларуси, они сразу на меня так смотрели, типа, откуда? Вообще не понимали, что страна такая есть. Я им все время говорился, типа, а, между Польшей и Россией. Такие, а, Россия, Россия, сразу такие, да, да. Такие, водка, водка. Я говорю, нет. А почему ты решил, что вот эти нужно ставить? Ну вот, не знаю, как-то так идут. Ладно, допустим. Главное, чтобы в конце было на трактор похоже хоть чем-то. Как ты вообще пришел в хоккей? Я читала какую-то историю про флейту, что тебе врач посоветовал либо идти в хоккей, либо играть на флейт. Ну, мне как бы не совсем так, что прям я выбирал между флейтой и хоккеем. Просто у меня бронхиальная астма. Когда к врачу ходили, как бы, ну, все время разбирались, что может помочь. Сказали, что нужно заниматься чем-то, что развивает легкие. Ну, вот было как бы плавание, духовыми инструментами, флейтами, я сказала, например. И хоккей тоже как-то так затесался в этот список. Ну, а мой папа занимался хоккеем, поэтому мы вышли там попробовать. Я даже поздно уже пришел, я 8 лет только пошел. Первый раз на конкистал, можно сказать. Мне понравилось. Все, я помню, тоже прошел где-то, не знаю, месяца три или сколько-то. Папа мне говорит, ну что, будешь заниматься? Я говорю, буду. Он говорит, ну, тогда поедем форму покупать. Говорит, ну, если мы форму купим, уже все, уже обратно нельзя. Я говорю, все, поехали. Как у тебя так получилось? Нет, я правильно сделал. Нет, не получилось. Да. Можно я посмотрю. Мы из Беларуси, у нас тракторы в крови. Это правда. Колеса и ковши встали. Как нам вот это сюда прикрепить? Сейчас разберемся. В общем, получается вот так. Вообще не получается. Все, я наверстал. Готова. На завод пойду работать я. Не, неправильно. Почему неправильно? Все правильно. Нет. А вот это где-то? Вот. Сейчас я тоже соберу. Вот теперь это на трактор похоже. Молодец. Ну вот, готовы. Видишь, они даже ездят. Поздравляю тебя. Ты заслуженно победил. Спасибо. Видела твое старое интервью, где ты говорил, что первую половину жизни ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Ты до сих пор так считаешь? И что это значит? Строишь свое резюме, делаешь себе имя в карьерном плане. И потом, после определенного времени, когда ты уже, когда сложившийся игрок, твое имя уже работает на тебя. Тебя приглашают в команду за счет того, чего ты добился. Я все еще работаю над своим резюме, строю свою карьеру. Надеюсь, что в скором времени карьера на меня работать начнет. Желаю тебе поскорее перейти на второй этап. Ну да. Спасибо.